Сосудистая хирургия Оперировал заведующий отделением Вадим Валентинович Емельянов Который только через несколько часов после того, как больной был отвезен к палату реанимации Смог ответить на наши вопросы Думаете ли вы развиваться, если это так, то в какую сторону? Перспективы роста отделения хирургии сосудов существуют Во-первых, коллектив настроен на развитие и дальнейшее совершенствование операции Количество операций, производимых нами в отделении, не отвечает тем потребностям, которые существуют в целом Профессиональный уровень хирургов позволяет делать достаточно сложные операции Операции как на брахиоцефальных артериях, то есть на сосудах питающих головной мозг Так и на ветвях брюшной аорты, операции при анавризмах брюшной аорты Операции при поражении бифуркации брюшной аорты и периферических артериях Однако перспективы роста связаны, во-первых, с некоторыми реорганизациями отделения А также связаны с дополнительным оснащением отделения С комплектацией кадров отделения Дело в том, что в отделении хирургии сосудов в настоящее время работает всего 4 ангиохирурга Вадим Валентинович, а есть вещи, которые Вам не подвластны? Ну, в силу того, что не хватает профессионализма у людей или техники не хватает, уровня техники? Да, есть операции, которые мы в своем отделении не выполняем Из сосудистых операций это, прежде всего, операции при карктации аорты И при эмболиях легочной артерии Эмболоктомии из легочной артерии Это та операция, которая осуществляется с использованием искусственного прообращения Которого в городе Магдагорске нет Идея создания отделения хирургии сосудов в городе Магдагорске Принадлежала безвременно ушедшему из жизни профессору кафедры госпитальной хирургии Телябинского медицинского института профессору Юрию Ивановичу Малышеву Дело в том, что опыт создания отделения хирургии сосудов В сравнительно небольшом городе был в то время А это было в 1985 году определенным новаторством Когда на магнитке, на деньги рабочих комбината Был выстроен этот замечательный диагностический центр В его структуру было заложено отделение ангенорентгенологии Которому, кроме чисто диагностических задач Поручалось выполнение операций на сосудах Развитие нормальной сосудистой хирургии без хорошей диагностики невозможно И это отделение было организовано именно под сосудистые отделения Для того, чтобы была адекватная диагностика с последующей операцией Это основное направление, основное звено Мы в год выполняем порядка 700 диагностических исследований артериальной системы Кроме этого, существует еще В последнее время оно широко используется на Западе И у нас прижилось, мы активно этим занимаемся Это рентгенхирургия То есть мы сами непосредственно делаем операции под рентген-контролем С помощью красивых катетерных методик То есть суть в этой методике заключается в расширении баллона Баллона, специального баллона места сужения С установкой в это место специального каркаса металлического, так называемого стента В последующем, ну, планируем вообще вопрос решить полностью закупорка сосудов Прохождение тех зон и установка там всевозможных баллонов и стенозов В принципе, есть у нас хорошие, в общем-то, и клинические результаты Вот на данных рентгенограммах мы видим установки, в общем-то, стентов Вот непосредственно стоят стенки Стенты после вот таких вот очень выраженных сужений Если я верно понимаю, значит, вы разгрузили отделение рассудистой хирургии непосредственно, так? То есть взяли часть функции на себя? Не, ну, по большому счету, конечно, еще, в общем-то, количество наших рентген хирургических Манипуляции не такое большое, в принципе, вот в 95-м году мы их выполнили 40-50, в общем-то, таких исследований Если хирурги делают порядка 300 исследований, ну, в принципе, перспектива за этим Ну что ж, как видите, перспектива в целом у хирургов есть А значит, есть и надежда на исцеление у магнитогорцев Андрей Хиловский, Валерий Гиммерверт, Алексей Челейкин Специально для Кентавра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok